сегодня у нас 22 августа 2016 года вот брат михаил тут работает складывает доски он он и начинает проведать нас это будет сам открывать дверь первый раз заходить я там не в этом году уже не в этом году может лет десять там не был Вот это собрали, в гаражке, в гаражке что-то делал, вон помогал ему, а что-то у меня есть. Закрыто. Слышь какие остальные были, на лошади ездят. Всё, всё пропало. И вот открытие еди разное. Всё хорошо прошло, всё сгнило. Что значит неправильный житель? Вторая даже лучше не смотреть. Но вот здесь вот у него всё арматуры. Огромная арматура заложена. У него нигде ничего не трещины нет. Самое крепкое здание и сарай. А за цемент, застынь его куда девать. Тоже такое всё. Вот посмотри, сегодня мы только сюда прошли. Вот теперь мы пробились. Бузину я оставил. Это мы полком ползли, и руками рвали, и рвали, и рвали. Вот сегодня я фактически надел целые перчатки. А смотри, что у меня за обеда. Вот оно всё. Всё, полетели. О, это я траву рвал. Вот оно всё, видишь? Крепкая, двойная даже. Садишься вот. Вот. И вот так вот ползёшь. У меня руки сегодня уже не держат. А литовкой нельзя. Тут железо на каждом шагу. Большие... Ну, короче, смысл понятен. Много конопли. Лебеды. Это дудки толстые. Так. Начнём, наверное, с подвала. Мы до подвала дошли. Походи. Это самый большой подвал Катмеряйский. Вот надо замерить, сколько. Само здание и стенки. Это всё подвал. Тут свет включить там на нём. Смотри-ка, пожалуйста. Ступеньки тут. Всё открыто было. Я не знаю, сколько лет было. Видишь? От Павла там... Мороз попадает, расширяется. Тут у него колодец был. Но он правда сухой. Теперь, вот. Это туда походить. Дальше. Заходи сюда, Никита. Почему ханать? Первый раз тебе показать. Вот. Смотри, комната. Тут он жил. Кто? Не видать. Павел. Тут тепло. Тут не видно печку. Проходи, Володя. Павките. Я не вижу сейчас тут. Печка. Это я делал печь. Вот какая комната. Везде плиты железобетонные. Плиты. Вот посчитай, какое пространство закрыто плитами. Этот страшно дорого было. Он мастер. Трудяга. И вот у него сюда. Видишь, какие у него здесь блоки. Это жесть. Все забетонировано. Плиты. Ну, настоящие. С завода. Оп. Не видать. Ну-ка посветите. Посвети там. Вот. Тут у него какая-то была скотина на зиму. Не знаю, что у него было. Овечки или что. Чтобы не мерзли. Посмотри. Видно? Нет? Вот сколько. Это все плиты идут. Вот. Плиты. Видишь? Железные балки. Металлические. Под ними. Все электричество проведено. Проведено как? В плите. Внутри. Вон мастер большой. Электрик. Поворачиваем сюда назад. Ну, электричества нету. На этой стороне отключили его. Теперь все от кабеля. И вот сюда загляни, какая площадь. Вот. Погляди, Владимир. Это все у него лампочка загороженная. Чтобы везде лампочки висят. Вон докуда. Все. И вот что у него здесь? На чем это все держится? Железобетонные. А то они деревянные. А то деревянная палубка. Вот они железобетонные какие-то столбы огромные. Вот второй столб. Железные балки. Сюда покажи рельсы. Видишь? Вот они где. И вон дальше идет. Вот. Это рельсы здесь лежат. И там все балки. Стены из каких блоков? Это блоки заводские. Очень проще. Он сам арматурщик, бетонщик и электрик высокого класса. С большими энергиями работал. Строил шахты ракетные. На кого попало не по чуть. Проверили. В КГБ работал. Ну попало. Говорит. Бутылка раздавил. Все. Заходи сюда. Смотри какие круги. Я не знаю еще. Приподнять можно. Посмотреть. Маленькая вода. Там есть. Внутри. У него два или три колодца. Представь какой мастер был. Это он балку сам вылил. Она крепче заводской. А это еще непонятно. Дерево или еще. Дерево. 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 Ну пошли дальше. Дерево то все какое у него как. На балках лежит. Ну это для дощечек там кого. Для кола. Все слитой. Вот какая высота тут. Ну я метр семьдесят два. Ну и выше. Поменьше двух метров. Около двух. Да? Да. Так. Уходим дальше. Никита. Где у тебя ключ-то? Никита первый раз будет заходить в дом. Первый раз спустился в подвал. Это влазина у него. Можно сказать. А потом батюшку попросить осветил. Чтобы лопата стоит здесь. Потом не забудет. Я уже тут уходи дальше. У него всего полно. Вот у него тут. Козы, опцы, индюки и цесарки. Один жил. Несколько коров кажется. Три лошади. Овечек. Один. Один. У бобыль. Баня и все строил. Но вот эти кирпичи, крышу, крыть, потолок, пол. Это моя работа. Крыцо. Это я ему помогал здесь. Он пытался чем-то даже рассчитать вроде. Вот. У него этот рецепт всегда стояла так, что нога могла пройти. Это у него баня. Ну какая она там баня, не знаю. Это есть самана, да? А? Саман. Саман. Глина с соломой. И что тут вот это отверстие? Это я не знаю. Это ли удары или какие-то жуки ели. Да удары. Это непонятно. Видишь, как шкура разная у него. Все это обито, тепло. Шкуры. Вот сюда загляни. Баня, конечно, у него не важнее. Но это предбанник. А вот сама баня. Вот она, что у него тут. Видишь? Арматура вся развалилась. Печка, наверное, с той стороны топится. Котел. Котел. Вода. Камни вон они лежат. Вот тут у нее, конечно, аховая. Все вывалилась. Ну вывалилась и вывалилась. Это не дом. Ваня. Так, Никита, открывай. Господи благослови. Посмотри, зайди сюда. Никита вкладывает ключ в замок. Первый раз входит в этот дом. Отныне Никита хозяин. Господь воззрел на него. Может, по совету, конечно, с церковным советом приехали. Вот заходим. Вот смотри. Пол. Вот у него залитое. Вот. Здесь вот это поднимается дверка. Туда сходит. Вон оттуда мы вышли. Лестница. Лестница. Это у него здесь пасека была. Много пчел держал. Один. Представь себе. Один. Третий Легин. Все у него есть. Своя машина. Это работяга из работяг. Его даже не скажешь, какой исключительно сильный. Потом пойдем наверх. Второй этаж. Сначала сюда заходим. Господи благослови. Господи благослови. Что тут лежал-то? Мир дому всему. Мир дому всему. Мир дому всему. Теперь ты, Никита, с миром принимаешь. Миром. Это я посмотрел в Америке. Там ничего не делают. И штукатурят. А вот так доска. Сверху доска. Ну, конечно, покрашена. Ну и все. Дальше. Ну, посмотри, какая комната. Большая комната. Сверху. Это осадка у него была. Осадка кирпича. Не фундамента. В стене. Стена-то ложена не на цемент, а на глине стен. Дальше. Допустая печь. Мое творение. Все обогревается. Голанка топит. А он меня не чистил. Чистил правильно. Задвижки. Там вверху палате. Он там спал. Вот палат. Или как он их способен. Видите, это уже я не видел даже это. Печка. Это большая печь. Загляни туда дальше. На печь. Зайди под лестники туда. Вот такая комната. Дальше смотри. Палати какие. Большие. Тут можно в палате закрывать. Залез туда и спи. Не выпадет ничего. Можно гостей приглашать. Смотри сколько можно. Да. Дом большой выбрал. Там топит. А здесь она отопляется. Вторая печька. Печь. Тут все еще не штукатурено. Работы тут много. Видишь что. А можно не штукатурить. А дерево плитой оббил. Да и все по ДВ. Или как называют. Кровать. Это все осталось. Это окна то ли утепляло. Или чего-то на землю. Посмотреть. Пол. Все целое. Все. Окоченое. Это же не в земле. Ну как там. Так. Уходим. Раз. Вот это полночный. Раз. Вот это полночный. Раз. А здесь вот это было. Здесь и полночный. Видишь. Задымленное. Все пошло прахом. Тут радио у него. Он всегда слушал. Толщина стен какая-то. Это толщина стен у него такая, да? Ага. Толщина стены. Видишь какая. Ничего себе. А в Сибири она и была такая. Она видишь. Тут кирпичные. Эти обломки. Все угнали. Ага. Вот она у меня где еще одна. Ну-ка с чем она. Подойди Михаил. Я назовусь Верики. Какое пространство. Тут сколько за печка там уже. Что-то есть? Мука. Мука. Там еще нет. Закрыта она. Верки нету. Мыши не попали. Там жучки. Мыши? Жучки. Жучки. Ну это жучки отсеял и все. Видишь как я здесь сделал. В духовку вставил. Ну это видать от стиральной машины. Да, да. Вот печка. Видишь как у него здесь сделана. Ну вазик. Дом готовый. То есть дом готовый. Все остальное что здесь сделать. Для того чтобы жить. Это сравнение заложить как фундамент. Плиты. Блоки. Экскаватор копал. Тут даже сравнивать нечего. Пойдем дальше. Счетчики. Смотри какие счетчики. У него всякие опаздывают. Вот он сварщик. С сварщиком работал. Жесть просто. Ну теперь могут это не зафиксировать. Заново надо все. Всякая пшеница. Все тут было. Хранил. Закрывается. От мышей конечно тут не сохранишь. Огромный ларь. Какие сумки то у него глядит. А может человека затолкать. Пошли дальше. Ох я покажу что сейчас здесь. Поднимайтесь. У меня ноги то намолотил. А вот это Володя дальше не пройди. Иди сюда. Вернись назад. Ага. Вот здесь вот голубятня моя была. Ох. Голубятня. Тут все крепечки в доме. Жили голуби. Ну появились крысы тут. Вот смотри гнезда. Тут так интересно было. Вот все она тут глазом поткнется. Дерево. Все дерево. Все дерево. Сейчас повесим надо решить. Это тоже что то непонятно. Ну непонятно это ничего не значит. Вот как дело обстоит. Это моя голубятня. Тут у него что то хранилось. Проволока вязальная. Вот сколько проволоки. Потихоньку не закнись. Выходи в комнату. Здесь все до единого глазя моя работа. Грубо не отвелся. Смотри он как валит. Внизу идет это. Арматура периодического профиля. Я не знаю сколько здесь толщина то. На сантиметр? Больше. Больше. Больше даже. Видите как все у него заварено. Это все заварено. Дальше только бетонируй. И уходит туда. Там третий этаж. Вот оно как стоит. У него все сухое. И что у него здесь? Это труба идет. Труба на фундаменте. Тут может быть открывается у него. Ну наверное открывается. На крючок. Ага. Ну это можно не открывать. Это сюда он поднимал пчел. Ульи. Ну давай-ка это крючок наденем. Потяни за стопку. Вот так. Здесь спали. Ульи стояли. Здесь койки были. Представь себе сколько можно людей принимать. И у меня тут ночевал один. Он священником стал. А там крысы пищат. Там опилки были. И он вот так вот ножом в это ударит. Они толь прорежут. И бывает в крысу попадал. Один раз было так. Залетел сюда дятел. А я тут работал. Ну он ударился тут. Видимо оглушил себя. И вот смотри. А вот здесь вот опилки лежали. Я никогда не видел этого. Дятел сел на опилки. И вот так вот. И погрузился. И скрылся в опилках. Как вибратор. Ну такой краснохвостый. Наш сибирский дятел. Это у него тут хранились пчелы. Все погублено. Вот он улей даже стоит еще один. Печку видел, да? Это он еще настроил. Смотри. Вот эти доски я прибивал. Затаскивал туда глину. Кажется один. Здесь тоже печка, да? Да, это он уже. Или я ему посмотрел. Сейчас уже не помню. Да я, наверное. Моя работа. Как Шариков говорил. Здесь все. Дверь. До одного гвоздя. Все сам делал. Вот это вот слуховое окно. Вот она. Видишь, как полукругом я сделал. Для меня это не свойственно. Я всегда делаю такую грубую работу. Вот она, видишь, как упертая. Вот здесь замазал щели. Замазывать я не замазывал. Это уже он, наверное. Вот она, глина отлетает. Ну а еще глина. На дереве просто. И он решил тут сделать пенопласт. Чтобы они жили мыши. О, книжка. Какая книжка? Что за книжка? Ну, можно посмотреть. Эрс Пикерин. Библейский сепаратизм. Брошено все. История религии и атеизма. Народа Коми. Еще что-то. Вот сколько всего брошено. Иконы. Идеология. И деятельность христианских сект. Это все устаревшее. Сейчас новая секта. Хозяева жизни. Овечкин какой-то. Смотри, сколько брошено. Новый мир. То есть, он грамотный. Он все читал. Письма молодым людям. Это христиане. Так, ну что, братья. Потихоньку спускаемся. Тут бутылки всякие лежат. Маленькие. Ну, маленькие это непонятно, что там. Лекарства или что. Что-то у меня ноги не очень так это. Держаться надо. Видишь, какие перила сделал я. Балки какие серьезные. Видишь? Балки. И как она сделана? Конечно, не острога она. Но совершенно нормальная. Жить. Тепло. Ну что, Никита. Первый осмотр. Как ты? Доходный дом. Мощный. Артель целая тут может работать. Да. Это все когда прибрать. Это все побелить, замазать. Там можно снаружи, как у Жени, сделать, как называют евро... Сайдинг. Утеплитель. Сайдингом. Вот. Ну да. Его дом не узнаешь даже. Самый крепкий. Ну ты видел, какие столбы арматуры идут? И внизу все это на бетонных мощнейших столбах на рельсах. Вот так. Тут у него верстак работать. У него тут весел. Он возил, возил, возил. Оттуда в коршины переехал. Я не знаю, он десятки, наверное, в подвод увез. Сколько у него всякого инструмента. Талия разная. Поднимать колодец. Он там тонны поднимать мог. О! Так, Никита, ты меня отпусти сегодня. Я уже не гожий. Может быть. Теперь здесь смотреть надо. Где-то что-то там протекает очень сильно на крыше. Сколько лет там уже прогнулось все. Ну а тут-то более-менее есть. Закрываю ключ, я покажу, куда положить. Посмотри. Тут я тоже все ему делал. Вот здесь. И там наверху. Там затаскивать есть куда? Окна. Стекло. У нас хорошие отношения были с ним. Ну а потом он всех покинул. Слышишь, какие. Очень проворный, сильный был. Он чем-то напоминает тебе знакомого одного. Любит выпить. Ну еще. Никита вошел в дом. Вот так назовем этот. Вот видишь, он делал сам сани. Заготовил. Чтобы найти такую березу. Чтобы она так была. Одно это чего стоит. И так ее вытесать. У него сброек. А тогда коней держали. Другие берут. Ну и хабут. Хармут. Это же деньги. Порвали, принесли, бросили. Там можно починить. Он, конечно, недоволен был. Брали у него. И ломали, и приносили. И дальше бросали. Ну какое-то что, христианское отношение. Он ни за чем не сходил, не ходил. У него самодостаточный был. К нему приходили. Но он стал бы вот этот. На каждый столб. Это он лазил. Без него у меня не было бы голубятни вот этой. Он там все сварил. Вот когда сидим стулья сваренные, железные. Это он их все варил. Которые подставы там под это. Это он варил. Колодец в блоки опускать. И между ними там полтора метра кольцо. А дальше горловина метр. Но метр-то провалится. Надо было сделать такую перемычку. Он ее сделал. Я платил за все. Тут самодельные кольца я у него купил. Четыре кольца. Я ему 10 тысяч отдал. Он озолотел бы здесь. Додумался купить галштинской породы. Как-то называется. Там под Москвой ездил. И в вагоне привез телку. Как он ее привез по сей день никто не знает. Но привез, разгрузил здесь. Здесь и потерял ее. То есть другим продал. Дальше уже закрыл ее. Вот здесь доска одна отлетела. Никита. Ты что-то долго возишься. Что-то не получается. Наверное на два оборота закрыл. Там только один. Один. Смотри. Вот дощечка там упала. Пока она не сбила поднять ее и на это место прибить. Теперь как хозяин. Смотри. Ворота тебе эти не нужны. Вот пойдем посмотрим, что у него есть. Она лежит там. А сегодня 22 августа 16 года. Понедельник. Вот мы осматриваем. Тут написали туалет. И туда идет. Там туалет у него. Там вон в конце. Вон где. Полуоторванная где-то. Ну никого не было. Тут ходи и опасайся. Видишь все. Тут стекло видно. Вон все. Сгнившее. Вот тут снимать где-нибудь. Война в Белоруссии там или что-то. Тут не надо. Натурально все. В съемке. Пойдем-ка посмотрим. Потихоньку не дышите. Чтобы не упало. Для одного человека это. Давай. Хорума много. Ну здесь посмотри. Поднимай. Ну это туалет. Туалет тоже. Какие доски-то у него. Там доски вообще. Огромные доски. Посмотри, что тут есть. Вот сюда загляни. Вон здесь сколько-то столбов. И он занимался садоводством. У него все росло. Самые большие яблоки. Он прививки делал. Я не знаю, виноградом занимался или нет он. Вон посмотри. Там только завернуло. Ну то есть хозяина нету. Дальше-дальше все развернуло. И далеко не ходи, а то упадешь. Посмотри, какие там столбы. Куда-что. Это все строил и строил. Один. Один? Ты один столб не закопаешь, Никита. Ты только прикинь это все. Вот это он делал уже один. Вот этот столб огромный. Его надо привести. Выкопать, поставить. У него всегда на все проволоках скобы. Он делает что угодно у него все было. Видишь он как сделал толью. И закрыл. Вот это столбы, шпалы. Тут помогал даже Володя ему. Притык к нашей усадьбе. К Володине. А теперь у нас сроченные две усадьбы. Здесь и на той стороне две. Я и Надежда Васильевна. Друг напротив друга. И еще одна. Там у нас усадьба. Ебалерина. Посмотри, Никита. Как хозяин. Хозяйским взором. Снимаю вас. Идет новый хозяин. Крепещи земля и подиниться. Каждый встречный. Вот так. Судить никого уже не надо. Его нету. Он как человек отжил. И должен это оценить. И там какие-то четыре столба. Железно он просит. Договорились тогда еще отдать. Отдать ему их. У него здесь и вишни. И яблоки. И малины. И крыжовник. И чего только не было. Но нужно сказать. Это он просмотрел. И у него получился огород. Самый хреновый. Или хреновый. Не знаю как стать. Из одного хрена. Один хрен растет и все. Хрен его продают. Корни. Что, земля плохая? А? Земля плохая. Почему? Очень хорошая. И у него все это огорожено. Но представь. За пчелами сколько надо ходить. За коровой. Доить. Никуда не уедешь. Овечек у него много было. У него, кажется, у одного три лошади только было. Как вспомнишь. И все. Все абсолютно скучил. И дом продал. Вот. В тысячи раз не трогай. Пока там не делаешь. Видишь? Все проваливается. Но это хозяина нет. Хозяина нет. Вот оно что получается. Кто это прогрыз? Вот это вот. Непонятно. Дятел. Вот он упер. Оно стояло. Видишь? Полностью сгнило. Стоять то стояло. Оно не обмазано. Ничего было. Вон оно. Решето. Посмотри, какие доски у него были. Это доски, значит, большие тополя. Вот какая ширина доски. Так. Двадцать. Почти шестьдесят сантиметров. Тополя. Это он валил. И тополя каким-то образом кран нанимал. Возил в шаршины, где распиливали. А потом доски сюда. Это вообще не вообразит мой трудяга. Вот иди сюда. Да. Посмотрим. Вот оно. Тополь такой. Вот оно видно. Двадцать. Сорок. Шестьдесят. Семьдесят сантиметров. Посчитала. Ширина доски. Ну вот. Глянь сюда. Зайди. И посмотри, какие перегородки. Дальше. Вот сюда если заглянуть, можно увидеть. Глянь, такие доски. Посмотри. Вот доска. Это поменьше. А вот это больше. Сорок. Пятьдесят сантиметров. Не ходи далеко. Это вода текла оттуда. Она видишь как прогнула и доски и все. Тополь. Тополевые доски ты не встретишь нигде. Это только здесь. У нас не еще было. И он додумался вот такое дело. Пирс. Когда он уже павил. Надо пирс сделать. Ну возьми доску. Вот это сколько раз у него было. Там жерди такие. Или шест для креста. Это у него. Так. Это что у него тут? Это комната. Штык. Вот посмотри как все. Это сколько у него стаек то. Это вот местное. Это я не знаю. Тополь или осина. Что тут у него. Гляди какой балка ты из чего. Вот это не пятерка. Это семерка. То есть он заказывал какую надо. Потом доски привозил. И с ними возил. Как бы не. А? Ну толстая да. Ну не пятерка. Ну конечно толстая да. Пожалуйста. Я просто хочу показать. Цесарок ни у кого не было. У него были цесарки. Где то да. Такие есть. Надо посмотреть почти. На гвоздь. Всегда Никита молит за него. Чтобы его Господь вразумил. Наставил. И где он будет. Неизвестно. Ему в рот нельзя пить. Он пить. Он валяется везде. Железное здоровье. А ведь ему уже. Ну. Не два года. Ему шестьдесят семь лет. Он на десять лет моложе меня. Ну все хлопцы. Уходим. Вот смотри стол какой. Это что? Это местный. Материал. Это тополь. Он стоит. Гниет. Побаленьку. Оседает. Толщина то какая. Все какое. Как у Собакевича. Вот оно где. И тут вот. Это не смотрели мы. Ага. Так это наверное у него. Что тут такое? Это выход был. А? Или там что? Не знаю. Ну куда то туда и сюда. Ну да. Выхода какой то. Может овечек чтобы. Может быть. Овечки у него были. Кост не держал. Не помню. Вот это доска. Вот так. А здесь еще у него. Не не с той стороны. Ага. Вот. Смотри. Еще сколько стаек. Посмотри. Стайка одна. Вторая. Третья. Четвертая. Кормушки пятая. Пять стаек только в этом отделении. Туда еще. Или там выход. Или там выход. До того. Ручительный хозяин. Заботливый. И мигом сатана все погубил. Отнял. Все. Стал таким завистливым. Осуждать батюшку. Принародно хулить. Ну. Можешь закрывать. Можешь открыто быть. Вот это вот. Закроешь. Закрою. Обузина. Кирпичи. Вот я помню. Тут закладывал арматуру. Вот здесь вот. Арматуру. Вот под этой. Под кирпичи. И у него нигде не лопнет. Ничего нет. Все заливал. Видишь. Это тут задвижки разные. Теперь только гляди. Ну у него было в кого. У нас отец такой был. И мать. У нас по наследству это. Я вот в технике вообще не разбираюсь. Вот сегодня я прошел. Тот где крапива высоко растет. Видишь сколько наломал. И теперь придется убирать. А тебе потом как-то придется прокосить. Сегодня я отпилил берез сучки повыше. Там дом освободили. Дом видно. Красивые. Да. 12 березок. Это он посадил. Вот он один. Представь себе где бьет. Вот эта верхняя часть. Мы как-то туда не попали. Вот вверху. Вот это вот. Вот где окно. Вот он покуда залазит. Это можно даже залезть. Ну-ка попробуй. Залини туда. У него там зерно хранилось. Ну смотри. О-о-о. Он наступает правильно. Чтобы не оборваться. Держи. Ну надо с лестницы. Слезь. Слезь. Потихоньку. Смотри, как лестница сделана. Это задолблено так. Я не знаю, это куплено или. Вот так. Не оборвись. Не оборвись. А она утонет. Ничего не будет. Ну-ка открой. Смотри, там какие лари. Ну-ка, Володя. Я ему помогал даже поднимать. Да? Ну потихоньку зайди. Я тут вот клёк сломаю. Вот этот вот. Смотри, никаких ульев нет. Жужжение какое-то стоит. Вот это я ему делал. Вот эта часть, верхняя вот эта. Это моя работа. Вон они. Вон они. Вон. 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 Что там? Осы, да? Ну, видимо, да. Гудят. Ну и что, большая? Большая, да. Тут не выскажешь сколько. Хозяйство можно развестить, деревню всю кормить. Держись, Никита. Это уже на улице было. Она опасная. Зачем она такая широкая, не знаю. Мне наполовину надо было снизить. Ну, наверное, какая-то нужна. А была так. Тем более, она задолбленная. И фактически она вот на чем держится. Совсем маленькая. Она весь как сюда, а потом закрыта. Ослаблено все. Я это не люблю такое. Я люблю, чтобы мощно было, не широко, не трибита. Это, по-моему, заводское. Никита говорит, что это шведская стенка. Никита говорит, что это шведская стенка. Ну, Никита говорит, значит, знает. Никита же предположил. А вот смотри, какой репей. Мы трое под него спасали. Ну-ка, Стань. Один листик. Листья намного больше бывают, вот они какие. Его и сделал червяк. Ну, все растет как надо. Ну, все на этом. Там и у телеги там стоятся тоже не надо. Там инструменты есть. Посмотри, Надежда Васильевна. Посмотри, Надежда Васильевна, покажи. Там хороший инструмент тиски. Где она? Не вижу ее. Нет, домик ее. А, домик. Ну, все. Если он не заберет, значит, это твое. Тиски очень нужные вещи. Тиски старые. Он работает, нет? Да, должен. Я смотрел, работает должен. Паяльная лампа. Посмотри, как Михаил. Он возил здесь десятки телег полных нагруженных увез. Он электрик. Поясами сейчас. Сними их пояс этот. Он годится может быть. Валя крикнет. Эгей! Это сестра наша, Валентина Тихановна. Вот как трагедия какая-то. Бери. Что есть тут? И проволоки. Все теперь это Никитина. А куда это? А не знаю куда. Могоже налазить, нет? Ну конечно. Или сбила? Да нет вроде бы. Ну тогда забрать надо. Давай там унесем. Вот Никита тебе работы теперь здесь не в проворот. Как поет Мугачева. Не в проворот. Синхрофразотроны там эти. Что ли еще будет? О, его герои. Хорошая песня. Никита уже подпоясался. Смотри. Вон он. Пожалуйста, ну. Пускай Украина смотрит и радуется. Какие у нее сыновья. Они и в Сибири остаются теми же героями. Пожалуйста. Давай, Никита. За работу. А я пошел. Отнесу все это. Все. Все. А давай, все на этом. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу.